На прошлом уроке завершили чтение раздела о словах Всевышнего Аллаха, и сегодня приступаем к новому разделу, называется «Аль-Курану Каляму Аллах». «Куран» — слово Аллаха, Субхану Аллах. То есть это как более частный вопрос, так или нет. «Каляму Аллах» — это более общий вопрос. «Аль-Курану Каляму Аллах» — о том, что Куран является словом Аллаха Всевышнего, это более частный вопрос. Так вот, говорили мы то, что «Аль-Куран» — «Леса куллюкаламиллах» — так или нет. Говорили, что Куран — это не все слова Аллаха. «Лакин куллюху каляму Аллах» — но говорили, что весь Куран — это слово Аллаха. Это мы правила запомнили. Говорит имам Ибнукудам Аль-Махдиси «Ва мин калямиллях Субхану هو Алл-Курану-Азим» — и из слов Всевышнего Аллаха «Аль-Курану-Азим», то есть Великий Куран. И это ясная книга Аллаха и его прочная верфь. И это ясная книга Аллаха и его прочная верфь. И состоит из ясных разъясненных аятов. И состоит из букв и из слов. Мамкарааху фаарабаху. Тот, который прочитает Кур'ан должным образом, то есть соблюдением правил Таджвида. Фа лагу бикулли харфин ашару хасанат. То за каждую прочитанную букву он получит 10 благих деяний. То есть запричится ему, как будто бы он совершил 10 благих деяний. Лау ау валюн ва ахир. У этого Кур'ана есть начало и есть конец. Так, то есть есть у нас начало Кур'ана и есть конец Кур'ана. Ва ачзаун ва абааб. И он состоит из частей. Матлюун бил альсина. Читается языками. Махфодан фиссудур. Хранится в сердцах людей. Или в грудях людей. Масмуун бил азан. Его возможно услышать ушами. Мактубан фил масахиф. Написан он в свитках, то есть в книгах. Фиги мухкамун ва муташабе. В нем есть ясные аяты и неясные аяты. Неясные аяты в смысле муташабе. Неясные сами по себе. Но если их вернуть к мухкому. И понимать их исходя из призмы мухкам. То они становятся тоже мухкам. Тоже становятся понятными. Ва насихун ва мансух. И в нем есть также отменяющие и отмененные аяты. Ва хаасун ва ам. И частные и общие аяты. Ва амрун ва нагьюн. И приказы и запреты. Не подбирается к нему ложь. Ни сзади, ни спереди. Точнее ни спереди, ни сзади. И он не спослан. То есть этот Куран. От восхваляемого, славного. Ва каулю ва та'аля. И сказал Всевышний Аллах. Скажи, если бы собрались все люди и джинны с целью прийти с тем же или с чем-либо подобным к Курану, то они не смогли бы совершить или достичь этой своей цели. То есть не смогли бы принести что-либо подобное к Курану. Даже если бы один другому помогал. То есть если бы люди помогали джиннам или джинны помогали людям. Говорит шейх ибн Уасаймин аш-шарх разъяснение этих слов или этого блока слов имама ибн Кудама аль-Махдиси аль-Каулюн или аль-Каулю фил-Куран. Что мы должны говорить о Куране или какие должны иметь убеждения о нем. Говорит аль-Куран аль-Карим мин калями ллахи та'аля. Куран аль-Карим, то есть благородный Куран, часть слов Всевышнего Аллаха. Мин здесь какая? То есть указывает на бал, то есть на частичность. Часть слов Всевышнего Аллаха. Муназзалун глиру махлюк, ниспослан от Всевышнего, не сотворен. Мин хубадаа, ой, илейхи яуд. От него начался, то есть от Всевышнего Аллаха начался. В каком смысле? То есть Всевышний Аллах его произнес. Ой, илейхи яуд. И к нему вернется. То есть в конце времен не останется на земле, в свитках, ничего из Курана. И также в грудях людей ничего из того, что они выучили из этой книги. Этим самым достигается то, что он вернется к Всевышнему Аллаху, так же как начался от него. И мы говорим про Куран, то что весь он слова Аллаха Всевышнего, как буквы, так и смыслы. То есть неправильно говорить, что только буквы это слова Аллаха, а его смыслы не относятся к словам Аллаха. Так, имеется ввиду правильные смыслы, не те, которые, не те смыслы неправильные, которые приписывают этому Курану нововведенцы. Имеется ввиду его буквы, написанные в свитках, а также правильные его смыслы. Все это является словом Всевышнего Аллаха. Далилю аннау мин каламин лаа кавли ута'аля. Довод на то, что этот Куран из слов Всевышнего Аллаха. Это слова Аллаха. Если один из многобожников опросит у тебя убежище, то дай ему убежище так, чтобы он смог услышать слова Аллаха. А что он может услышать? Куран, так или нет? То есть может услышать Куран, и Всевышний сказал то, что это каламу Аллаха, слова Аллаха. Янил Куран, имеет ввиду Куран. Вадалил аннау мин каламин лаа кавли ута'аля. А довод на то, что он был неспослан от Всевышнего. Это слова Аллаха. Благословен тот, который неспослал развлечения. А что такое фуркан? Одно из названий Курана. Неспослал развлечения фуркан аля абдихи. На сердце своего раба или своему рабу. Вадалил аннау гейру махлюк. А довод на то, что он не сотворен. Кавли ута'аля. Слова Всевышнего. Поистине ему принадлежит творение и приказ. Поистине ему принадлежит творение и приказ. Смотри. И Всевышний в этом аяте разделил между приказом и между творением. То есть, соответственно, приказ это что такое? Приказ это не творение. Так или нет? Всевышний что говорит? Ему принадлежит творение и принадлежит ему приказ. То есть, Всевышний Аллах творит и Всевышний Аллах приказывает. И его приказ не сотворен. Говорит, А Кур'ан это часть приказа. Это часть из приказа Всевышнего Аллаха. Потому что Всевышний сказал, И так мы не спослали тебе или дали тебе в откровение Дух от нашего приказа. Дух это что здесь имеется ввиду? Кур'ан. То есть Всевышний Аллах открыл в откровении пророку с Аллахом, что открыл? Говорит, Рух. В другом месте говорит, что не спослал в откровении? Кур'ан. Соответственно, Кур'ан это Рух. И соответственно, под Рухом, то есть под Духом здесь имеется ввиду Кур'ан. И говорит, что это Дух, то есть Кур'ан из приказа Всевышнего Аллаха. А в другом аяте Всевышний разделил между приказом и творением. Сказал, ему принадлежит творение и приказ. Соответственно, приказ это не творение, так? Не сотворен. Соответственно, Кур'ан не сотворен. Понятно? То есть как доказывается то, что Кур'ан не сотворен. Также Всевышний сказал, «Залика Амруллах анзалагу илейкум» Это приказ Аллаха, который он не спасал вам. То есть, Кур'ан. Понятно ли нет? То есть, если тебя, брат, спросят, какой у тебя довод на то, что Кур'ан не сотворен? Сказано ли об этом где-нибудь в Кур'ане? Ты должен приводить вот это вот разъяснение, которое вы привели выше. Понятно ли нет? Вот эти три аята. «Алалава халку альамр» должен выучить. После него «Казалика вахайна илейка врухам мин амрина». А также «Ядзалик амруллахи анзалагу илейкум». «Вали анна калям Аллах сифатон мин сифатихи». А также «Потому что слова Всевышнего Аллаха» это один из его атрибутов. Это второе доказательство, то, что Кур'ан не сотворен. То есть, как мы доказываем? Это второй вид доказательства. То, что слова «Ля анна калям Аллах», потому что слова Аллаха, а что такое слова Аллаха? То есть, Кур'ан. А где доказать, что Кур'ан это слова Аллаха? Вот в том аяте, который мы заучили в начале. Так или нет? Где Всевышний говорит «Хатта ясна а калям Аллах», чтобы он мог услышать слова Аллаха. Соответственно, слова Аллаха это Кур'ан. Или точнее, Кур'ан это слова Аллаха. Так вот, говорит здесь «Шейх ибн Усаймин». «Вали анна калям Аллах сифатон мин сифатихи». А слова Аллаха, это что такое слова Аллаха? Это один из атрибутов Всевышнего Аллаха. «Васифатуху гайру махлюка». А атрибуты Всевышнего Аллаха не сотворены. «Вадалиль» это второй вид доказательств. Понятно или нет? Вот такими двумя способами мы доказываем о том, или доказываем то, что Кур'ан не сотворен. Говорит «Вадалилю анна у мин ху бэдаа». А довод на то, что Кур'ан начался от Всевышнего Аллаха. «Анна Аллаха адвафау илейхи». То, что Всевышний Аллах приписал его к себе. То есть, Кур'ан приписал к себе. «Валай удафу калям, илля илля ман калаву муптадиан». И не приписывается слово никому, кроме как к тому, кто высказал его изначально. Понятно или нет? Изначально. «Вадалил анна у илейхи яуд». А довод на то, что к нему вернется, этот Кур'ан. «Анна у арада фи баа ва асар». То, что в некоторых асарах или хадисах пришло, что «Анна у юрфа мин аль маслахи фа судор фи ахри занан». То, что он будет поднят из свитков, из сердец людей в конце времен. То есть, люди проснутся, откроют мусхафы, они пустые, белые, ничего не написано в них. Так никаких букв в них не будет. И захотят что-либо прочитать из Кур'ана, не смогут ничего вспомнить, даже суры Фатиха не смогут вспомнить. Это, что асары являются достоверными. И, более того, хадисов на этот вопрос, то, что в конце времен он вернется к Аллаху, то есть, исчезнет из мусхафов, то есть, из свитков, из книг, и исчезнет из груди людей. На это есть множество доводов. То есть, не один хадис, несколько сразу хадисов, всех их привел шейхаба Амра Хаджури в своем таххихе, то есть, в своем нам таххихе, на книгу Катфуссамар, на книгу Катфуссамар. Вот этот блок, понятно или нет? Этот блок, в нем есть что-то новое, из того, что мы еще не изучали. Так или нет? А это два способа доказательства того, что Кур'ан, слова Аллаха, не являются сотворенными, и являются частью из приказов Всевышнего Аллаха Суфануа Та'Алла. Дальше говорит Имам Ибн Кудам Аль-Макдиси, «Ухадаху Аль-Китаб Аль-Араби», и это книга арабская, «Алладзи каля фиги ладзина кафару», относительно которой сказали неверующие, «Ланну мина бихадал Кур'ана», «Мы не уверуем в этот тайп», «Ланну мина бихадал Кур'ани», так, или «Ланну мина бихадал Кур'ан», то есть, «Мы не уверуем в этот Кур'ан». «Ва каля Баудухум», «Слова человека». Смотри, зачем приводит здесь Имам Ибн Кудам этот аят? «Инхазы илла кавлюль башар» Это всего лишь слова человека. Зачем? Для того, чтобы доказать, что Кур'ан это буквы и слова, слова и буквы. Потому что, если бы Кур'ан был ни словами и ни буквами, то про него нельзя было сказать, что это слова человека, так или нет. То есть, те соплеменники пророка, или его народ, которые остались на многобожии и отказались принять ислам в начале его распространения, в чем обвиняли пророка, или что говорили? «Инхазы илла кавлюль башар» Это всего лишь слова человека. А если бы они не были буквами, словами, звуками, то нельзя про них было бы сказать, что это слова человека, так или нет. Так. Что значит «нельзя было сказать»? То есть, невозможно было бы такое сказать? Они бы не могли бы так сказать, если бы они отличались от слов людей в смысле в том, что это ни буквы, ни слова. Так или нет? Говорит «факад Аллаху Субхану» и также сказал Всевышний Аллах «Сауслихи Сакар». То есть, Всевышний ответил ему на это, то есть, этому человеку, который произнес эти слова, сказал «мы непременно заведем его в огонь». «Факад Аллаху Субхану» А некоторые из курайшитов сказали «Гуа Ши Арун» Это стихи. То же самое, если бы Кур'ан не был буквами и словами, про него ни один нормальный араб, то есть, обычный человек, так или нет, не сказал бы, что это стихи. А стихи это что? Буквы, звуки и слова. «Факад Аллаху Субхану» И сказал Всевышний Аллах «Ва ма аламнаху ши'ара» Но мы не учили его стихам. «Ва ма им багила» И не следует ему, и не пристало ему эти стихи изучать. «Инхо илля зикрун» Это всего лишь напоминание. То есть, Кур'ан является напоминанием. «Ва Кур'анум мубин» И явный, понятный Кур'ан. То есть, в этом аяте Всевышний Аллах опровергает то, что Кур'ан является стихами и говорит «Это не стихи». Это не стихи. Что касается слов пророка, саллиллах 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 саллиллаху, «Ана набиин ла казиб ана ибна абдул-мут-талиб» Так или нет? Говорит, что я пророк, я не ложь, я сын Абдул-мут-талиба, имеется в виду внук Абдул-мут-талиба. То же как стих. Как мы отвечаем на это? То, что Всевышний Аллах говорит «Мы не научили его стихам». Или говорит «Он не поэт». А сам посланник Аллах, саллиллах саллиллаху саллиллаху, и зачитывал стихи. Кто скажет? Паиб, Всевышний говорит, мы не научили его стихам. Мы его не учили стихам. А Пророк Савасам что говорит? Говорит, я пророк, не являюсь ложью. Я сын Абдул-Мутталиба, имею ввиду внук. Так? То есть это нельзя сказать, что Пророк Савасам взял эти стихи от кого-то, так или не выучил их от кого-то. Непременно, что он сам их, как называется, произнес от себя. То есть никто, потому что не будет стихи сочинять со словами «Ананаби он для Акадиб» «Я пророк, я не ложь, я сын Абдул-Мутталиба». Из этого, то есть на эти слова как отвечаем? То, что обычное произношение человеком куплета или двух или трех куплетов стихотворения не говорит о том, что он поэт, так или нет? И не говорит о том, что он научен стихам или научен чему? Научен способности сочинять стихи. Понятно или нет? То есть любой человек может высказать куплет, два куплета, так или нет? При желании. Но это не говорит о том, что ты поэт. Поэт это тот, у которого есть способность внутри его, так способность его, один из его качеств, то, что он способен сочинить стихотворение, то есть полное, в большом количестве куплетов и так далее, на ту тему, которую он хочет осветить. А что касается обычного человека, любого, так то любой человек может сочинить два-три куплета на тот вопрос, который он хочет высказать. И этот человек не будет называться от этого поэтом, и нельзя про него сказать, что он научен стихам. Ясно или нет? Ясно. Дальше. Говорит имам Ибн Кудам Аль-Махдиси. И раз Всевышний Аллах опроверг то, что Кур'ан является стихами, и сказал то, что это Кур'ан, а не стихи, то не остается сомнение, у тех, которые обладают разумом, в том, что Кур'ан, что такое Кур'ан? Это вот эта вот книга на арабском языке, которая перед нами. Это и есть Кур'ан. который состоит из слов, и букв, и аятов, то есть предложений. Потому что то, что не является ни словами, ни буквами, ни предложениями, никто никогда про это не скажет, что это стихи. Так или нет? Здесь не надо запутываться. То есть смотри, мы говорим, что мучрики говорили, что Кур'ан стихотворение, но Всевышний Аллах сказал, что это не стихотворение. Так как тогда мы приводим в довод слова мучрика, говоря, нет, это стихотворение? В каком смысле? То есть, раз они читали этот Кур'ан и смогли сказать, что это стихотворение, то есть отсюда берется, что обычный араб, когда читал Кур'ан, что сделал, сравнил его со стихотворением? В каком смысле? Что он также состоит из букв, слов и предложений. Так же, как стихотворение. Но Всевышний Аллах проверка это сказал, что это не стихотворение, не в смысле, что оно не состоит из букв, предложений и слов, а в смысле то, что это выше, чем предложение. Это Куран, то есть книга, которая не способна от Всевышнего Аллаха как руководства к прямому пути, а не просто какие-то стихи и стихотворения. Ясно или нет? Ясно. Дальше. Говорит имам Ивна Кудам Аль-Махдиси, и также говорит Всевышний Аллах, и если вы в сомнении относительно того, что мы не спасли нашему рабу, то принесите нам суру, подобную одной из сур Курана. То есть принесите нам хотя бы одну суру, которая была бы подобна хотя бы на самой короткой суре из Курана. Правильно выражаться короткая сура и не говорить маленькая сура. Понятно, да? Потому что суры все великие. То есть слово маленькое в нем есть что? В нем есть унижение почета Курана. Лучше говорить короткий. То есть короткий, нет в нем унижения. В каком смысле? Потому что вещь может быть короткая, но великая. Но вещь, тяжело про нее сказать, что она маленькая и одновременно великая. Так или нет? Но короткая это возможно. Так вот, говорит Всевышний Аллах, если вы находитесь в сомнении относительно того, что мы не спасли нашему рабу, то принесите хотя бы одну суру, которая была бы подобна хотя бы одной суре или самой короткой суре из Курана. И призовите в свидетели себе кого-либо или всех, кто кроме Всевышнего Аллаха. И не разрешено, точнее здесь не в смысле не разрешено. И невозможно, чтобы Всевышний Аллах бросил им вызов на то, чтобы они принесли. То, что невозможно понять, что это такое, невозможно, и не лезет это в разум. То есть в каком смысле? Всевышний Аллах говорит, принесите подобную суру, хотя бы одну, которая была бы подобна суре из Курана. Говорит имам им, и в этом вызов кому? Мушрикам. И если бы этот вызов было невозможно выполнить вообще в основе своей никому из людей, то есть в основе это невозможно выполнить, так или нет? То есть в каком смысле? Никто не может принести что-либо подобное Курану. Но люди считают, что это возможно, то есть мушрики считают, что это возможно, так как считают, что это обычное стихотворение, это обычное колдовство, это обычное и так далее. То есть они считают, что это возможно, так или нет? А если бы Куран не был словами, буквами и звуками, предложениями, то они не могли бы считать, что это возможно. То есть даже мушрики сказали бы это невозможно, так как он не состоит из букв и слов, которые мы могли бы произнести и принести что-то подобное. Понятно или нет? Поэтому имам Ибн Кудам Аль-Мактиси что говорит? Невозможно, чтобы Всевышний Аллах бросал им вызов того, что они изначально считают невозможным. Так ведь? Почему? Потому что в этом есть зульм, то есть несправедливость есть. Заставлять человека делать то, что он изначально знает, что это для него невозможно. Но Всевышний Аллах бросает ему вызов, и Всевышний знает, что это невозможно. Но почему он бросает этот вызов? Потому что этот мушрик считает, что это возможно. Так как видит, что Кур'ан это слова, звуки, буквы и предложения. Понятно? И считает, что я тоже способен такие же слова сказать, как говорил один из кого, из лжепророков. Говорил, что тебе дать знать, что такое слон? У него есть длинный хобот. То есть пытался, как называется, принести суру, подобную Кур'ану, и рассмешил взрослых и детей. Так или нет? То есть не только взрослых, но и детей, не только разумных, но и мажнунов. Поэт. Говорит, то есть для чего это приводит здесь имам им-на-кудама? Для того, чтобы показать то, что, или доказать то, что Кур'ан состоит из букв, звук, предложений и слов. Понятно? То есть приводит эти доводы. Говорит, раз мушрики называли это стихотворением, стихотворением, стихом, значит они знали, что это буквы и звуки. Потому что если было иначе, они бы не называли это стихом. Так или нет? То же самое здесь. Раз Всевышний Аллах бросил им вызов принести что-то подобное, это потому, что мушрики считали, что они способны принести что-то подобное. Они бы так не считали, если бы Кур'ан не было буквами, словами и предложениями. Дальше. И так же Всевышний сказал, и когда читаются им наши знамения, то есть наши аяты, явные, понятные, говорят те, которые не желают встречи с нами, принеси нам Кур'ан, не этот, а какой-нибудь другой, или замени его другим Кур'аном. Так? Коль мая кунули анубадделао ментилка и навси. Скажи, не пристало мне заменять Кур'ан от себя. То есть я не могу сам по себе взять и Кур'ан заменить, так или нет? То есть мне не спосылается, я доношу вам только то, что мне не спосылается. И это не в моих правах заменять то, что мне не спосылается. И этот, братья, аят очень великий. То есть любой нововведенец, с которым ты можешь вести полемику, так или придется тебе вести полемику, ты можешь использовать вот этот аят. Или зачитывать ему этот аят. Почему? Потому что любой нововведенец косвенно, косвенно приносит другой Кур'ан, так или нет? То есть что он недоволен этим Кур'аном. То есть есть там приказы, и он выполняет что-то иное. То есть добавляет что-то в религию или убавляет что-то в религию. А что такое добавить что-то в религию или убавить в религию? Это и есть желание принести что-то иное, кроме Кур'ана. То есть Кур'ан это и есть религия и ислам, так или нет? То есть заключает в себя религию и ислам. А они хотят что-то добавить или убавить. То есть, косвенно они что проявляют? Недовольство этим Кураном. Так же, как проявляли мушрики. Поэтому мы говорим, есть сходство между неверующими и между нововведенцами. Понятно или нет? Но разница в них, среди них какая? То есть, между ними то, что неверующие навсегда в огне, а нововведенцы не навсегда в огне. То есть, когда-либо выйдут из огня, если они были из людей единобожия. Так или нет? И если их нововведение не достигало уровня неверия. То есть, как многобожник говорит, принеси мне другой Куран. Этот Куран мне не нравится, он не соответствует моим срастям, он не соответствует моей душе. Принеси другой, замени немножко, хотя бы чуть-чуть. Как говорит Всевышний, если бы ты им что? Пошел на их поводу хотя бы немного. То есть, хотя бы немного уступил им в религии. Так? Что сказал? Они взяли бы тебя близким другом. Ты стал бы им сразу близким другом. Это то, что сегодня хотят от нас неверующие нововведенцы. Хотят что? Чтобы мы немножко пошли на уступки в нашей религии. И тогда они тоже пойдут нам на уступки. Так или нет? Всевышний Аллах говорит, они хотят, чтобы ты пошел им на уступки. И тогда они тоже пойдут тебе на уступки. И так оно происходит сегодня в нашей жизни. То есть, когда ты приходишь в мечеть и видишь там нововведения, и начинаешь указывать людям на эти нововведения, что делают разные хазраты и те, которые ходят в мечеть, которые не хотят исправления этих нововведений. Что они говорят? Брат, давай, оставь, пойдем на уступки хазратам или другим тем, которые ходят в мечеть. Зачем? Для того, чтобы они разрешили нам к Таухиду призывать. То есть, мы уступим часть религии, тогда они нам тоже пойдут на уступки. Так или нет? То есть, если ты будешь до конца призывать людей к сунне и предостерегать их от нововведения, что с тобой будет? То есть, они не будут идти тебе на уступки, и ты будешь их злежим врагом. Так или нет? Но если ты хотя бы чуть-чуть в чем-либо уступишь, скажешь, ну ладно, давайте сунну почитаем перед джума, все вместе, которая неузаконена, так или нет? Или давайте общественный зикр сделаем, все вместе в одном кругу, потом поздороваемся и разойдемся. То же что? Небольшая уступка в религии, так как они ее называют. Так вот, если ты хотя бы одну вот такую небольшую уступку сделаешь, ты станешь для них близким другом. Все, то, что они от тебя хотят. Понятно или нет? То есть, зачем это они хотят, брат? У них в душе есть косвенное недовольство, чем Кураном. То есть, если они явно заявят, то, что они недовольны Кураном, это что? Не верят, так или нет? Но косвенно это и есть так. То есть, они хотят либо что-то добавить к этой религии, либо что-то убавить от нее. Поэтому их слова подобны словам кого? Мушриков, которые явно говорили, принеси нам другой Куран, нам этот Куран не нравится. А нововведенец, почему он не становится кафером? Потому что он так явно не говорит. Но его действия и слова неизбежно приводят к этому. Понятно или нет? Понятно. Говорит, Но имам Иbn Кудам Аль-Макдиси привел этот аят не для этого, то есть, не для той темы, которую мы разобрали выше, а чтобы доказать то, что этот Куран состоит из букв, предложений и слов. И сказал, Всевышний Аллах утвердил, что этот Куран, это аяты, которые читаются людям. А невозможно читать что-либо, кроме оно состоит из предложений, букв и слов. Дальше говорит имам Иbn Кудама, Но нет, это ясные, понятные аяты в грудях или в сердцах тех, которым принесено знание, или в сердцах тех, которые обладают знанием. Это для чего приведено? Чтобы доказать то, что Куран возможно выучить. И так же сказал Всевышний Аллах, Поясни, это благородный Куран, в хранимой книге, не могут дотронуться до него, кроме как очищенные. После того, как поклялся на это. И так же сказал Всевышний Аллах, То есть некоторые из сур Курана начинаются отдельными буквами, так или нет. То есть не словами и не предложениями, а буквами. Говорит и таких сур в Куране 29 сур. Вакалин Наби, салалу асалам, также Всевышний сказал, Пророк, салалу асалам, сказал, Тот, который будет читать Куран, то есть с чем? С арабами имеется ввиду с соблюдением правил Таджвида, то за каждую прочитанную букву из Курана он получит 10 благих деяний. А тот, который читал его недолжным образом, то есть ошибался при чтении, то за каждую букву он получит благое одно деяние. Хадисом сахих, говорит имам Ивна Кудамы, это хадис достоверный, мы говорим Бальдаев. Так, нет, этот хадис является слабым на самом деле. Этот хадис является слабым, и его слабость мы разбирали при разборе книги «Аль-Актисаду фили-Атикад». И также Шайх Албани называл этот хадис «Салам сесар-да-а-ифа» под номером 1344 и до 1347. Вакал, алейсалату ассалам, и также сказал пророк, саллиллах алейсаляма, «Ихраул Кур'ана, «Кабля аньятия каумун, и укиму на хуруфаху, и камата ссахм». «Читайте Кур'ан, пока не придет народ, который будет выговаривать его буквы так четко, как будто, как называется, так же прямо, какой прямой является стрела, то есть без всяких, без всякой кривизны, без всякого вполнения». То есть будут читать Кур'ан, четко выговаривая каждую букву, соблюдая все правила Таджвида. «Ла южауизу таракияхум». Но этот Кур'ан не будет переходить их глотки. «Это аджалюна аджрахум». Они будут торопиться получить за него награду. То есть что будут делать? Читать Кур'ан за деньги. Так или нет? Кур'ан за деньги. Это сегодня в чем воплощается? Воплощается в тех людях, которые ходят по разным аджресам, 40 дней, 7 дней, сколько дней еще там, 3 дня, год, годовщина. Ходят к людям, садятся за стол, читают Кур'ан, потом Кур'ан закрывают, кушать начинают. Теперь вопрос. Если бы они этот Кур'ан не прочитали, кто-нибудь дал бы им кушать или нет? Кто бы ему дал кушать? Так или нет? То есть на то ему и дают кушать и вообще зовут его, чтобы он прочитал Кур'ан. То есть это и есть тот, про кого пророк сроласом сказал, читает Кур'ан, выговаривая четко каждую его букву. Но некоторые из них даже буквы не выговаривают. Так или нет? И он не проходит ниже их глоток, так как многие из них даже не понимают, что читают. И это аджалюна аджраху. Они хотят получить награду за него быстро, сейчас. Так, вуаля, это аджалюна. И не хотят откладывать награду за него, за его чтение на потом. То есть на судный день не хотят откладывать, хотят получить ее сейчас. Как одна из историй была в нашем городе, один пришел на мажлис, один старик, и начал читать на арабском языке. И люди сидят, руки подняли, и что? Дуа делают. Ну как, то есть думают, что он дуа делает, тоже все руки подняли, и этот. Амин, 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 амин. И когда выяснилось то, что читал этот человек, как-то читал книгу, в которой написаны правила панаху. То есть где-то нашел там у своих предков книгу на арабском языке, посчитал, что это священная книга, Хур'ан, или в нем аяты, или суры содержатся, и ходил так по мажлисам, и читал эту книгу им. Так припеваючи. То есть напевал, словно читает Хур'ан, и люди не знают, что он читает, не понимают этого. Так все сидят по 30, по 40 человек, поднимают руки, и говорят амин, амин, амин. А он читает и говорит там, допустим, что ну это что? Так напеваючим голосом, словно читает Хур'ан. И сам не понимает абсолютно, что он читает. И люди слушают, не могут разобрать, что это не Хур'ан. То есть вообще никогда не читают Хур'ан. Так что, по идее, любой мусульманин, который читал когда-нибудь Хур'ан, может различить Хур'ан от обычной книги панаху. Так или нет? То есть как бы ты ее не зачитывал, все равно есть огромная разница. То есть эти люди, по 30, по 40 человек сидят, и даже не могут различить Хур'ан, от чего? От книг панаху и пасарфу. И этот хадис является достоверным. Этот хадис достоверный, приводит его имам Абу-Дауд. И в шайхе Албании также называют хадис достоверным, под номером 741. Дальше говорит, И сказали Абу-Бакр ва-Умар, Да будет доволен имя Всевышний Аллах, И арабы Кур'ан, Чтение Кур'ана, Соблюдение правил Таджвида, Ахаббу Илейна, Более любимо для нас, Минхивд Балдаху Руфихи, Чем выучить некоторые из его букв. Для чего приведен этот асар? Чтобы доказать, что Кур'ан состоит из букв. Но этот асар является слабым. Как мы об этом говорили, также при разборе книги Аль-Атисад Фили-Атикад. И говорит Али-Ибн Абиталиб, Тот, который проявит неверие, хотя бы к одной букве Кур'ана, Тот стал неверующим относительно всего его. То есть, вышел из ислама. Так стал неверующим. И этот асар от Али-Ибн Абиталиба, также недостоверный. И его недостоверность также мы разбирали во время разбора книги Аль-Атисад Фили-Атикад. Но говорили что? Относительно этого асара. Говорили то, что он слабый, но на его смысле построен иджма. То есть, есть единогласное мнение о том, что кто проявит неверие хотя бы к одной букве Кур'ана, тот является кем? Тот является неверующим. Но имеют ввиду те буквы и слова Кур'ана, которые мутафакун Али. Так, то есть, они действительно из Кур'ана. Не из тех чтений, которые являются недостоверными, а из достоверных чтений. Говорит уаттафак Аль-Мусульмон и сошлись воедино, то есть, на одном мнении все мусульмане аля адди сур аль-Кур'ан ва аятихи, ва калиматихи, ва хоруфихи. На том, что возможно посчитать. Более того, мусульмане сошлись на том, что они посчитали, сколько сур в Кур'ане, сколько в нем аятов, сколько в нем слов и сколько в нем букв. Это говорит о том, что если бы он не был словами, буквами и предложениями, то невозможно было это сосчитать. Ва ла хиляфа бейн аль-Мусульмин фи анна манджахад амин в Кур'ане сура ау ая, ау калима, ау харфан мутафакан али анну кафир. И нет никаких разногласий между мусульманами, то что тот, который отвернет из Кур'ана хотя бы одну суру, то есть, назовет ее ложью, или не уверует в нее, или будет ее отрицать, хотя бы одну суру, или один хотя бы аят, или даже одно слово, или даже одну букву, тот является неверующим, без разногласий среди мусульман, но говорит, что мутафакан алей, то есть, те слова, буквы и аяты, которые приходят в достоверных чтениях, мутафакан алей, на которых сошлись мусульмане. И в этих, во всех блоках есть явные доводы на то, что Кур'ан состоит из букв. Говорит шейх ибн Усаймин, рахимагуллах, упомянул на это восемь доводов. Первое, то, что неверующие сказали, то, что это стих, стихотворение, и невозможно, чтобы люди называли что-то стихотворением, кроме как оно состоит из букв или из слов. Так ведь? Говорит, во-вторых, То, что Всевышний Аллах бросил вызов тем, которые называют Кур'ан ложью, и не верят в него, чтобы они принесли что-либо подобное Кур'ану, если они могут. А если бы Кур'ан не состоял из букв и слов, то этот вызов не был бы приниман изначально. Так или нет? То есть, невозможно было его выполнить изначально. Так как невозможно бросать вызов, кроме как теми вещами, которые известны и понятно, что от тебя требуется. Понятно ли нет? То есть, если бы Кур'ан не был словами и буквами, то они сказали бы, что он вообще от нас хочет, так или нет, или какой вызов нам бросается. То есть, мы вообще не можем понять, о чем речь. Третий довод. То, что Всевышний Аллах сообщил, что Кур'ан читается им, то есть, многобожникам, или вообще людям. Говорит, И когда читаются им наши явные знамения, сказали те, которые не надеются на встречу с нами, принеси нам другой Кур'ан, или замени его. И зачем, говорит, привел имам Ибн Кудама, потому что невозможно читать ничего, кроме как оно состоит из букв и слов. Четвертый довод. Всевышний сообщил, то, что Кур'ан хранится в выученном состоянии, в грудях, обладающих знанием. Это не означает, что каждый, кто выучил Кур'ан, тот обладает знанием. Понятно или нет? Это понятно. И так же Кур'ан написан, где в хранимой скрижали. Но это явные знамения в грудях тех, которые обладают знанием. Поясни, это благородный Кур'ан. В хранимой книге Не дотрагивается до него никто, кроме очищенных. Для чего привели эти аяты, говорит Шейх Ибн Усаймин, И невозможно выучить или написать, а Всевышний сказал, что он выучен, Кур'ан так, и написан в хранимой скрижали. Говорит, невозможно выучить, и невозможно написать, Кроме как то, что является буквами и словами. Пятый довод, это слова пророка, тот, который прочитает Кур'ан с соблюдением правил Тадживида, то за каждую букву он получит 10 благих деяний. А тот, который почитает его с ошибками, то за каждую букву он получит одну награду. Почитал его достоверным автор, говорит Шейх Ибн Усаймин, и не приписал его никому, и я не нашел, кто бы его вообще вывел. И этот хадис мы говорили слабый. Шестой довод, это слова Абу Бакра и Умара, То есть, чтение Кур'ана с правилом Тадживида любимее для нас, чем выучить часть его букв, или какие-то из его букв, имеется ввиду его слова, предложения, аяты. И этот довод также является слабым, недостоверным. А также седьмой довод, это слова Али, тот, который проявит неверие к одной букве из Кур'ана, тот проявил неверие ко всему нему. Это тоже Асар является слабым. То есть, пятый, шестой, седьмой довод слабый, так или нет. Но седьмой довод, то есть, Асар Ат-Али, почему можно приводить довод, потому что на его смысле построен Иджма, то есть, единогласное мнение мусульман. И восьмой довод, один из самых сильных, Иджма аль-Мусульмин, это единогласное мнение всех мусульман. Как это передал сам имам Ибн Кудама, то есть, имам Ибн Кудама, сам из тех, которые передают единогласное мнение, так или нет. То есть, его передача в этих вопросах учитывается, то есть, берется во внимание. Говорит, То есть, единогласное мнение на что? То, что тот, который отвергнет из Кур'ана суру, или аят, или слово, или хотя бы одну букву, на который сошлись мусульмане, то, что они из Кур'ана, то он является неверующим. На это единогласное мнение. И число сур Кур'ана сколько? 114. Из них 29 сур, то есть, из 114, 29. начинаются отдельными буквами. Бель-хуруф аль-мукатта, то есть, как хамим, алиф ламмим, и так далее. То есть, словами и не предложениями. Говорит, Аусафа-ль-Кур'ан, это 8 доводов, которые привел имам Ибн Кудама для доказательства того, что Кур'ан состоит из букв и слов. Дальше говорит, Аусафа-ль-Кур'ан, качество Кур'ана, или описание Кур'ана. Уасафа-лаху-ль-Кур'ан-аль-карим-би-аусафин-азима-казира. Всевышний Аллах описал свою благородную книгу Кур'ан великими, множественными атрибутами и качествами. Закар-аль-муаллиф минха ма-ялий. Но автор имам Ибн Кудама упомянул из этих качеств следующие только. Анну китабу Аллах аль-мубин. То, что Кур'ан является явной книгой Аллаха. Точнее, книга Аллаха, которая явна и понятна. Ай-аль-муфсих Амма табаммануу мин ахкамин ва-ахбар Муфсих, то есть, который явно заявляет, выговаривает о том, что содержит в себе из постановлений и сообщений. Мы говорили, что аяты из Кур'ана это что? Либо Ахкам Это что такое Ахкам? Постановление. А что такое постановление? Амрун-у-наги. Так или нет? Либо приказ, либо запрет. И Ахбар. Ахбар это сообщение. Ахбар это уже не приказ, запрет. А сообщение о том, что было или о том, что будет. Или о том, что сейчас происходит. Понятно или нет? Теперь вопрос. Сообщения могут быть мансух или нет? Сообщения могут быть аннулированы или не могут быть аннулированы? Нет. Сообщения не входят в главу аннулирования. Так или нет? Потому что сообщения либо правда, либо ложь. А сообщение Всевышнего Аллаха всегда только правдой и не может быть ложью. Соответственно, Всевышний Аллах не может сказать где-то, точнее, Всевышний Аллах не описывается тем, что Он говорит. Например, в одном месте произошло так-так, Так, а в другом месте говорит, нет, так не произошло. Правильно или нет? То есть сообщение невозможно отменить. То есть оно либо было, либо его не было. И раз Всевышний Аллах говорит в одном месте, что оно было, в другом месте никогда не может прийти, что его на самом деле не было. Так или нет? Потому что получится, что первое сообщение является ложью, а слова Всевышнего Аллаха не описываются ложью. А что касается ахкамов, то есть к чего? Ахкамы, постановления, то есть приказы и запреты, то в них входит нас, то есть аннулирование или нет, входит так или нет. То есть Всевышний может что-то приказать, а потом отменить свой приказ. Может запретить, а потом отменить свой запрет. Говорит, это первое описание книги Всевышнего Аллаха, то, что это книга Аллаха, аль-Мубин. Мубин, что такое мубин? Ясно и понятно. Имеется ввиду то, что она ясно выражает все сообщения, все приказы и запреты. Понятно или нет? То есть человек может хотеть что-то выразить из сообщений или из приказов запретов, но не способен это ясно выразить. Понятно или нет? Допустим, выражает и люди не понимают, что он хочет сообщить. Это что? Это не называется мубин, не называется муфсах, не называется красноречивый, явный, понятный. А Коран китабулла мубин, аль-Мубин, то есть ясный, понятный, в смысле способен, или не способен, точнее как, то есть выражающий сообщения и постановления ясно, понятно, четко. Так что не остается никаких недопониманий. Понятно? Второе описание. Анна у хаблюллахи аль-Матин. То, что Коран является твердой верфью Аллаха. Что такое хабль? То есть веревка. Как понять веревка? То есть Коран это же не веревка, так или нет? Коран это же книга. Тем более Всевышний верит Матин. Твердая, крепкая веревка от Всевышнего Аллаха. Имеется тут та веревка, схватившись за которую, ты можешь достичь довольства Всевышнего Аллаха и его рая. Понятно ли? То есть это та верфь, которая приводит тебя к довольству Всевышнего Аллаха. Говорит ай-Аль-Ахдул-Кави, то есть Коран это твердый или крепкий договор, аль-Ладиджи а'ляху Аллаху сабабан, который Всевышний Аллах сделал как причина, лилиусуль илейхи, для достижения его, то есть илейхи Всевышнего Аллаха, его довольства. И причина того, чтобы достичь почет от Всевышнего Аллаха, имеется ввиду его рай. Понятно или нет? То есть что значит Коран это верфь Аллаха? Просто это, брат, вещи у обладателя знаний естественные. То есть ты, талиб аль-Ильм, когда тебе говорят, что знаешь Коран китабу Аллаху аль-Мубин, и ты говоришь, значит Коран это ясная книга Аллаха. Тебе говорят, что знаешь Мубин, как понять ясная книга Аллаха? Ты должен уметь сказать то, что имеется ввиду, то, что ясный, значит выражающий свои сообщения, и постановление ясным образом, после которого не остается запутанности и непонятности. Ясно? Второе, когда тебя спрашивают, Всевышний называет свою книгу веревкой. Что значит верфь Аллаха крепкая? Ты должен объяснить, что верфь Аллаха крепкая, имеется ввиду, что Коран это договор между людьми и между Всевышним Аллахом, что кто схватится за этот договор и выполнит его, тот достигнет довольства Всевышнего Аллаха и его рая. Поэтому получается словно веревка, так или нет, от одного пункта до второго. То есть, так же, как ты, например, веревка протягивается от одного пункта до другого, если ты за него держишься, ты дойдешь прямо и никуда не свернешь. Так же, Коран является договором, который, если ты прямо будешь по нему идти и договор этот держать, выполнять, тогда ты дойдешь до цели, то есть, довольства Всевышнего Аллаха и его рая. Говорит третье, то, что Коран является или состоит из сур мухкамат, которые доведены до совершенства. Когда говорят сур мухкамат, суры, доведенные до совершенства, по слову мухкамат, не имеет в виду тот мухкам, который сравнивается с чем с муташаби. Если мы говорим Коран, мухкам и муташаби, это один вопрос. А здесь не имеет в виду мухкам, в смысле анти-муташаби. Имеется в виду что? Мухкам имеет в виду доведенные до совершенства. Понятно ли? Доведенные до уникальности, до совершенства. Говорит, во-первых, суры различены друг от друга, то есть, одна сура отделена от второй. Каждая сура стоит отдельно от второй. А что значит мухкамат? То есть, аль-муткинат, доведенные до совершенства, аль-махфузат, мин-ал-халал, аль-танакут, сохраненные от всякого недостатка, и отрицательных каких-то качеств. Понятно или нет? Вот что значит мухкамат в данном случае. То есть, доведенные до совершенства, имеется в виду, в которых нет никаких недостатков. Говорит, так же описал имам Ибн Кудама, Ур'ан, чем четвертым качеством. Сказал, ин-ху аятум бай-инат, он является явными знамениями. Вот тоже тебя спросят, скажешь, ты, талеб-аль-ильм, что значит явные знамения? Как это понять, явные знамения? Говорит тебе шейх имн Мусамин, ай, то есть, явные знамения, аля-на-тун-захират, то есть, понятные, ясные, внешние знамения, аля-та-ухиди-лла, которые указывают на единобожие Всевышнего Аллаха. Понятно ли, что значит ясные знамения? Имеется, что такое знамение? Когда ты идешь, в темноте, например, и спрашиваешь, как дойти до твоего дома? Тебе говорят, когда ты будешь идти, ты увидишь светлый щит, например, рекламный щит. То есть, это тебе как знамение по дороге. Ты идешь, и понимаешь, что ты его не видишь, отсюда ты понимаешь, что ты идешь неправильно. Так или нет? То есть, заблудился так, что ты его не встретил. А если ты идешь, и ты его увидел, это как знамение тебе на что? На то, что ты идешь прямо. Правильно. То же самое здесь. Это книга Хур'ан, как знамение тебе, которое указывает на то, что Всевышний Аллах един, в чем? В поклонении, в атрибутах и в господстве. Также указывает тебе на совершенство его атрибутов Всевышнего Аллаха, и на что на последнее, и на совершенство его шариата. Понятно или нет? Понятно. Вот эти вещи, брат, очень важно понимать. Потому что это, эти выражения, они часто встречаются в словах уляна. Китабула аль-Мубин, хаблюла аль-Матин, так или нет? Аятумба иинат, ассур аль-Мухкамат и тому подобное. Если ты не понимаешь смысл этого, то ты, возможно, будешь читать слова обладателя знания и понимать их не так, как понимали их они. То есть, они вкладывают в эти слова один смысл, а ты, когда читаешь, у тебя в голове другой смысл. Этого происходить не должно. Дальше. Говорит, пятое описание то, что в Коране есть мухкам и муташабих. Вещь, это уже другая вещь. Первая вещь, он говорил, а здесь говорит, что Коран сам либо мухкам, либо муташабих. Говорит, что такое мухкам? Понятный, ясный. Говорит, это те аяты, смыслы которых явны, понятны каждому человеку. А что такое муташабих? Неясный, непонятный. То есть, смысл которого недоступен каждому отдельному человеку. То есть, кто-то понимает, а кто-то нет. Говорит, И это пятое описание не противоречит тому, чем мы описываем в Коране в третьем описании. То есть, а что мы описываем в третьем? То, что суры Корана доведены до совершенства. Так или на них нет никаких недостатков. Кто-то может сказать, как может быть, что в этих сурах нет недостатков, если мы не понимаем некоторых язык аятов. Соответственно они доведены Соответственно они не доведены до недостатков Вот шейх Ибнус Амин говорит Нет в этом противоречия между пятым и третьим Потому что когда мы говорим Суры аль-Мухкамат Суры доведенные до совершенства Имеется ввиду Имеется ввиду доведение до совершенства А также сохранность этих сур От всякого недостатка А здесь в смысле Ясность смысла или неясность смысла Говорит Если мы вернем этот муташабих То есть те аяты Смысл которых неясны К тем аятам Смысл которых ясны И будем понимать первые Исходя из основы вторых То они тоже становятся Мухкам Исходя из этого все аяты Корана Мухкам в результате Шестое описание То что Куран является истиной Невозможно Чтобы ложь подошла к нему То есть что-то неправильное Или какая-то ошибка Подошла к нему С какой бы стороны это не было То есть Куран Невозможно это То есть ни один из людей Или джиннов Кто бы это ни был Не может что-либо внести в Куран Или убавить из него Говорит Севышний Аллах Не подходит к нему Ложь спереди И сзади Также не подходит Танзилю И этот Куран Ниспослан от Мудрого Достохвального Говорит Седьмое описание Курана То что Куран Не имеет Причастности К тому Как называли его Объявляющие лжецами Говорят то что Куран является Стихотворением Говорит Всевышний Аллах Мы не учили его Стихам И не пристало ему То есть пророку Мухаммаду Салаллах Говорить стихи Или быть поэтом Так Это всего лишь Напоминание И явный Куран И также Куран То есть Имам Ибн Кудама В седьмом своем Описании Сказал то что Куран Не имеет Причастности К тому Как его Описывают Неверующие Говоря Этот Куран Всего лишь Колдовство Которое передается Из одного поколения В другое Это всего лишь Слово человека То есть Тремя Качествами Они здесь описывают Говорят стихотворение Говорят Колдовство Говорят слово людей Так или нет И про все это Всевышний что сказал И сказал Всевышний Аллах Обещая наказание Этому говорящему Я непременно Заведу его в огонь За эти слова И восьмое Описание Курана То что этот Куран Является Чудом Не способен Ни один Принести Что-либо Подобное Ему Даже если Кто-либо Другой Будет ему Помогать В этом Сказал Всевышний Аллах Скажи Если бы все люди И джинны Собрались С той целью Чтобы принести Что-либо Подобное Этому Курану То не Принесли бы Они Ничего Подобного Ему Даже если бы Один Помогал Другому Или одни Помогали Другим А что скажем На Шубхат Джахмитов Джахмиты Говорят Что Всевышний В Куране Говорит Мы сделали Его Кураном Арабским А в другом месте Всевышний Говорит И Всевышний Сделал Мраки И Свет То есть Они из этих Двух Аятов Что говорят Знаешь Куран Сотворен Всевышний В одном месте Говорит Мы сделали Его Кураном Арабским Что значит Говорят То есть Сотворили Какой у вас Довод Что Слово Джа'аля Используется В форме Сотворили Или В смысле Сотворили Они говорят, и он сделал ночь и день, мрак и свет. То есть, сделал мрак и свет, что значит? То есть, сотворил мрак и свет. А в первом аяте, говорит, мы сделали его Кураном арабским, говорят, имеется в виду, сотворили его Кураном арабским. Как ответить на это? Это что, богат? Что не способно. Ну и что не способно. Всевышний вырез сделал. Да, сотворил и не способно, говорят. Много же других аятов указывают, что он не сотворил. Где другие аяты указывают, что они сотворены? Они муташаби, а вот это мухкам. Так они говорят. Те муташаби, вот это мухкам. Здесь все понятно, четко сказано, что Куран сделан. Что значит сделан? Всевышний сделал мрак и свет, то есть сотворил. Здесь тоже имеется в виду сотворил. Здесь смотри, даже ответ не в том, что джаада приходит в разных смыслах, а в том, что если глагол, то есть фиаль, то есть ставит в форму насп сразу два мафуля, то он не приходит в смысле сотворил, сделал. Здесь Всевышний что говорит? Мы сделали Куран арабским, то есть как называется? Сделали так, что этот Куран на арабском языке. То есть высказали его на арабском языке. Понятно или нет? То есть одно дело, когда ты говоришь, я сделал велосипед. Так или нет? Другое дело, когда ты говоришь, я сделал велосипед красивым. Так или нет? Это не говорит, что ты сделал сам велосипед. Или ты сотворил велосипед. Первый смысл и второй смысл. Разница есть. То есть когда Всевышний говорит, мы сотворили мрак и свет, а в другом месте говорит, мы сделали Куран арабским. То есть сделали так, или пожелали так, чтобы этот Куран был не способен на арабском языке. Или высказан на арабском языке, чтобы его понимали люди на ясном, четком и их языке. Ясно или нет? То есть разница между двумя предложениями. Когда Всевышний говорит, мы сотворили мрак и свет, в этом предложении фи'ль, то есть глагол какой, джа'ля, сотворили, ставит в насп только один маф'уль, какой из улемат, допустим, или нур, то есть один только ставит маф'уль в форму наспа, так, то есть с фатхой на конце, или с кастрой на конце, если это множество, так женского рода. А в первом случае два сразу маф'уль ставят в насп. Кур'анан арабиен, то есть мы сделали этот Кур'ан арабским, то есть это не относится, что сделали Кур'ан, так, ударение падает не на то, что сделали Кур'ан, а на то, каким мы сделали Кур'ан, понятно или нет? То есть, каким образом мы его не спослали, и каким образом мы пожелали, чтобы он был высказан, то есть на арабском языке. Также Кур'ан является договором, который, если ты прямо будешь по нему идти и договор этот держать, выполнять, тогда ты дойдешь до цели, то есть довольства Всевышнего Аллаха и его рай. Говорит третье иннову суварун мухкамат, то, что Кур'ан является или состоит из сувар, из сувар мухкамат, которые доведены до совершенства. Когда говорят суварун мухкамат, суры доведенные до совершенства, по слову мухкамат не имеет в виду тот мухкам, который сравнивается с чем с муташаби. Если мы говорим Кур'ан, мухкам и муташаби, это один вопрос. А здесь не имеется в виду мухкам в смысле антимуташаби. Имеется в виду что? Мухкам имеет в виду доведенный до совершенства. Понятно ли? Доведенный до уникальности, до совершенства. Говорит, ай муфассал сур. Во-первых, суры различены друг от друга, то есть отделены, одна сура отделена от второй. Куллю сура мунфариданил ухра. Каждая сура стоит отдельно от второй. Вал мухкамат, аль муткинат. А что значит мухкамат? То есть аль муткинат, доведенный до совершенства. Сохраненный от всякого недостатка и отрицательных каких-то качеств. Понятно или нет? Вот что значит мухкамат в данном случае. То есть доведенный до совершенства, имеется в виду, в которых нет никаких недостатков. Говорит, так же описал имам Ибн Кудама Ур'ан, чем четвертым качеством. Сказал, инну аятум байинат. Он является явными знамениями. Вот тоже тебя спросят, скажут, что значит явные знамения. Как это понять, явные знамения? Говорит тебе шейх Ибн Мусамин, то есть явные знамения, то есть понятные, ясные, внешние знамения, которые указывают на единобожие Всевышнего Аллаха. Уакамаль цифратиги и на совершенство его атрибутов. Уахусни ташриатиги и на совершенство его шариата. Понятно ли, что значит ясные знамения? Имеется что такое знамение? Когда ты идешь в темноте, например, и спрашиваешь, как дойти до твоего дома. Тебе говорят, когда ты будешь идти, ты увидишь светлый щит, например, рекламный щит. То есть это тебе как знамение по дороге. Ты идешь и понимаешь, что ты его не видишь, отсюда ты понимаешь, что ты идешь неправильно, так или нет. То есть заблудился так, что ты его не встретил. А если ты идешь и ты его увидел, это как знамение тебе на что? На то, что ты идешь прямо. Правильно. То же самое здесь. Это книга Хур'ан, как знамение тебе, которое указывает на то, что Всевышний Аллах един, в чем? В поклонении, в атрибутах и в господстве. Также указывает тебе на совершенство его атрибутов Всевышнего Аллаха, и на что? На последнее, и на совершенство его шариата. Понятно или нет? Понятно. Вот эти вещи, брат, очень важно понимать. Потому что эти выражения часто встречаются в словах уляна. Китабу ла аль-Мубин, хаблю ла аль-Матин, так или нет? Аятум байинат, асур аль-Мухкамат и тому подобное. Если ты не понимаешь смысл этого, то ты, возможно, будешь читать слова обладателя знания и понимать их не так, как понимали их они. То есть они вкладывают в эти слова один смысл, а ты, когда читаешь, у тебя в голове другой смысл. Этого происходить не должно. Дальше. Говорит пятое описание То, что в Куране есть мухкам и муташабих, это уже другая вещь. Первая вещь, он говорил, а здесь говорит, что Куран сам либо мухкам, либо муташабих. Говорит, что такое мухкам, понятный, ясный. Говорит, это те аяты, смыслы которых явны, понятны каждому человеку. Валь муташабих, а что такое муташабих, неясный, непонятный. Ма канам анау хафиен. То есть смысл которого недоступен каждому отдельному человеку. То есть кто-то понимает, а кто-то нет. Говорит, И это пятое описание не противоречит тому, чем мы описываем в Куране, в третьем описании. То есть, а что мы описываем в третьем? То, что суры Курана доведены до совершенства. Так или нет, в них нет никаких недостатков. Кто-то может сказать, как может быть, что в этих сурах нет недостатков, если мы не понимаем некоторые языки аятов. Соответственно, они доведены, а соответственно, они не доведены до недостатков. Вот шейх Ибн Асамин говорит, нет в этом противоречия между пятым и третьим. Потому что когда мы говорим суры аль-Мухкамат, суры доведенные до совершенства, имеется ввиду доведение до совершенства, а также сохранность этих сур от всякого недостатка. А здесь в смысле ясность смысла или неясность смысла. Говорит, если мы вернем этот муташабих, то есть те аяты, которые, смысл которых неясны, к тем аятам, смысл которых ясны, и будем понимать первые, исходя из основы вторых, так или нет, то они тоже становятся какие? Становятся мухкам. Исходя из этого, все аяты Кур'ана какие? Мухкам в результате. Шестое описание. То, что Кур'ан является истиной, невозможно, чтобы ложь подошла к нему, то есть что-то неправильное или какая-то ошибка подошла к нему, с какой бы стороны это ни было. То есть Кур'ан, невозможно это, то есть ни один из людей или джиннов, кто бы это ни был, не может что-либо внести в Кур'ан или убавить из него. Говорит Всевышний Аллах, не подходит к нему ложь спереди, и сзади также не подходит Танзилю, и этот Кур'ан не спослан от мудрого до стахвального. Говорит седьмое описание Кур'ана. То, что Кур'ан не имеет причастности к тому, как называли его объявляющие лжецами, говоря то, что Кур'ан является стихотворением. Говорит Всевышний Аллах. Мы не учили его стихам. И не пристало ему, то есть пророку Мухаммаду, саллиллаху, говорить стихи или быть поэтом. Так, это всего лишь напоминание и явный Кур'ан. И также Кур'ан, то есть имам Ибн Кудама в седьмом своем описании, сказал то, что Кур'ан не имеет причастности к тому, как его описывают неверующие. Говоря, Этот Кур'ан всего лишь колдовство, которое передается из одного поколения в другое. Это всего лишь слово человека. То есть, тремя качествами они здесь описывают. Говорят стихотворение, говорят колдовство, говорят слово людей. Так или нет? И про все это Всевышний что сказал? И сказал Всевышний Аллах, обещая наказание этому говорящему. Я непременно заведу его в огонь за эти слова. И восьмое описание Кур'ана. Инну му'джизун, ла юмкин ла ахат ан ятия бимитслихи. То, что этот Кур'ан является чудом, не способен ни один принести что-либо подобное ему. Ва ин ауанаху гайруху. Даже если кто-либо другой будет ему помогать в этом. Сказал Всевышний Аллах, Скажи, если бы все люди и джинны собрались с той целью, чтобы принести что-либо подобное этому Кур'ану, то не принесли бы они ничего подобного ему, даже если бы один помогал другому. Или одни помогали другим. А что скажем на шубхат джахмитов? Джахмиты говорят, что Всевышний в Кур'ане говорит, Мы сделали его Кур'аном арабским. А в другом месте Всевышний говорит, И Всевышний сделал мраки и свет. То есть они из этих двух аятов, что говорят, значит, Кур'ан сотворен. Всевышний в одном месте говорит, Мы сделали его Кур'аном арабским. Что значит, сделали? Говорят, то есть сотворили. Какой у вас довод, что слово джа'ля используется в форме сотворили. Или в смысле сотворили. Они говорят, И он сделал ночь и день, мраки и свет. То есть, сделал мраки и свет. Что значит? То есть сотворил мрак и свет. А в первом аяте, говорит, мы сделали его Кур'аном арабским. Говорят, имеется в виду, сотворили его Кур'аном арабским. Как ответить на это? Это что, богат? То, что он ниспослан на арабском. Ну и что ниспослан? Всевышний вырез сделал. Да, сотворил и ниспослал, говорят. Нет, много же других аятов указывают, что он несотворен. Где другие аяты указывают, что он несотворен? Которые мы раньше говорили. Они муташаби, а вот это мухам. Так они говорят. Те муташаби, вот это мухам. Здесь все понятно, четко сказано, что Кур'ан сделан. Что значит, сделан? Всевышний сделал мрак и свет, то есть сотворил. Здесь тоже имеется в виду сотворил. Здесь, смотри, даже ответ не в том, что джаада приходит в разных смыслах, а в том, что если глагол, то есть фиаль, янцып аль мафулейн, то есть ставит в насп форму насп сразу два мафуля, то он не приходит в смысле сотворил, сделал. Здесь Всевышний что говорит? Мы сделали Кур'ан арабским, то есть, как называется, сделали так, что этот Кур'ан на арабском языке, то есть высказали его на арабском языке. Понятно или нет? То есть одно дело, когда ты говоришь, я сделал велосипед. Так или нет? Другое дело, когда ты говоришь, я сделал велосипед красивым. Так или нет? Это не говорит, что ты сделал сам велосипед. Или ты сотворил велосипед. Первый смысл и второй смысл. Разница есть. То есть, когда Всевышний говорит, мы сотворили мрак и свет, а в другом месте говорит, мы сделали Кур'ан арабским, то есть, сделали так, или пожелали так, чтобы этот Кур'ан был не способен на арабском языке, или высказан на арабском языке, чтобы его понимали люди на ясном, четком их языке. Ясно или нет? То есть, разница между двумя предложениями. Когда Всевышний говорит, мы сотворили мрак и свет, в этом предложении фи'ль, то есть, глагол какой, джа'ля, сотворили, ставит в насп только один маф'ль, какой из улюмад, допустим, или нур. То есть, один только ставит маф'ль в форму наспа, так, то есть, с фатхой на конце, или с кастрой на конце, если это множество число, так женского рода. А в первом случае два сразу маф'ль ставят в насп. Кур'анан арабиен, то есть, мы сделали этот Кур'ан арабским, то есть, это не относится, что сделали Кур'ан, так, ударение падает не на то, что сделали Кур'ан, а на то, каким мы сделали Кур'ан, понятно или нет? То есть, каким образом мы его не послали, и каким образом мы пожелали, чтобы он был высказан, то есть, на арабском языке. Субханак Аллаху ма бе хамни кашару ва ла и ла и ла анта стахфиру ла ха ва ту ва и ла. А не муташаби, а вот это мухкам, так они говорят. Те муташаби, вот это мухкам, здесь все понятно, четко сказано, что Кур'ан сделан, что значит сделан, Всевышний сделал мрак и свет, то есть, сотворил. Здесь тоже имеется в виду сотворил. Здесь, смотри, даже ответ не в том, что джаада приходит в разных смыслах, а в том, что если глагол, то есть, фиаль, янцыб аль мафулейн, то есть, ставит в насп, форму насп сразу два мафуля, то он не приходит в смысле сотворил, сделал. Здесь Всевышний что говорит? Мы сделали Кур'ан арабским, то есть, как называется, сделали так, что этот Кур'ан на арабском языке, то есть, высказали его на арабском языке. Понятно ли? То есть, одно дело, когда ты говоришь, я сделал велосипед, так или нет. Другое дело, когда ты говоришь, я сделал велосипед красивым, так или нет. Это не говорит, что ты сделал сам велосипед, или ты сотворил велосипед. Первый смысл и второй смысл. Разница есть. То есть, когда Всевышний говорит, мы сотворили мрак и свет, а в другом месте говорит, мы сделали Кур'ан арабским, То есть, сделали так, или пожелали так, чтобы этот Куран был не способен на арабском языке, или высказан на арабском языке, чтобы его понимали люди на ясном, четком их языке. Ясно или нет? То есть, разница между двумя предложениями. Когда Всевышний говорит, мы сотворили мрак и свет, в этом предложении фи'ль, то есть, глагол, какой, джа'ля, сотворили, ставит в нас только один маф'уль, какой зулимат, допустим, или нур. То есть, один только ставит маф'уль в форму наспа, так, то есть, с фатхой на конце, или с кастрой на конце, если это множество, так женского рода. А в первом случае два сразу маф'уля ставят в насп. Куранан арабиен, то есть, мы сделали этот Куран арабским. То есть, это не относится, что сделали Куран. Так, ударение падает не на то, что сделали Куран, а на то, каким мы сделали Куран. Понятно или нет? То есть, каким образом мы его не спослали, и каким образом мы пожелали, чтобы он был высказан. То есть на арабском языке. Субханакаллаху мадихамник. Субтитры создавал DimaTorzok